Библейский портал экзегет.ру представляет 12 глава книги пророка Даниила читаем в переводе современном или заокском, как я его называю, для библейского портала экзегет с небольшими комментариями. Но вот в этом переводят последняя глава, потому что еврейский текст книги Даниила и арамейский заканчивается здесь. В русской синодальной Библии есть еще главы, они из греческого взяты. А тут у нас завершается то, что описано в 11 главе. В 11 главе некоторое видение, которое Гавриил, Архангел проясняет Даниилу. И это, грубо говоря, история войн между преемниками Александра Македонского, между селивкидами и Птолемеями, двумя державами, границей между которых как раз по территории Ханаана, Палестины и Израиля пролегает. Явится в то время Михаил, владыка великий, сынам и дочерям твоего народа защитник, придет он, ибо настало время скорби, какого еще никогда не бывало в народе твоем. Тогда твой народ спасен будет, спасется каждый, чье имя будет записано в книге жизни. Из тех, кто спит в прахе и земном, многие пробудятся, одни для вечной жизни, другие на вечный позор и поругание. О чем это идет речь? Михаил, у нас уже говорилось, что Михаил это ангел еврейского народа, его имя Микаэль, кто как бог, очень подходит для как раз ангела этого народа. Знаете, я прекрасно помню, как эту 12 главу понимали, как пророчество о Михаиле Сергеевиче Горбачеве, что он защитник еврейского народа и так далее. И вот давайте мы подумаем, а так что, это про Горбачева или это про некие события, допустим, там 2-3 века до н.э., когда там будет какая-то очередная война между селевкидами и птолемеями, евреи от этого пострадают. Маковейские войны, вот прекрасный пример, да, когда евреи восстанут против владычества селевкидов и будут бороться за свою независимость, за право приносить жертвы, как они считают нужными, вот Михаил им поможет. Но ведь здесь же многие пробудятся, одни для вечной жизни, другие на позор и поругание. Здесь указание на, в общем-то, воскресение мертвых, хотя несколько такое завуалированное. То есть это не конкретная история про какую-то конкретную войну правителя и так далее. Скорее, это про то, что будет в конце истории. «Воссияют мудрые в славе, как лучи солнца, а те, кто к праведности многих привел, во веки веков, как яркие звезды». Это же конец истории. То есть вся эта сложная история Птолемеев-Селевкидов, напали, разбили, отступили, наступают, договорились, нарушили договор, предали, убили, завоевали, сменили и так далее. Вот это все, 11 глава, просто калейдоскоп этих событий, заканчивается тем, что одни восстанут для вечной жизни, а другие на позор и поругание. Вот это все когда-то кончится. Причем не очень понятно, когда и как. «А ты, Даниил, сохраняйте слова в тайне и запечатай книгу до срока, до времени конца. Многие тогда станут исследовать ее, и знания преумножатся». То есть эта тайна на самом деле еще сокрыта. Это можно сказать, что она хранилась вот до времен этих самых селевкидских, птолемейских войн, особенно муковейских, когда все описано в 11 главе, стало явным образом сбываться. Но в 12-й что-то такое, что, кажется, до сих пор не сбылось. Вот есть в этих библейских пророчествах некоторая и для нас тайная часть. «Я, Даниил, оглядевшись, увидел, стоят еще двое, один на том берегу, другой на этом. И один из них спросил мужа в льняных одеждах, который стоял над рекой, когда же всему этому непостижимому злу наступит конец? И услышал я ответ мужа в льняных одеждах, того, кого я увидел над водами реки». Это вот ангел, который ему явился еще в 10-й главе. «Воздев обе руки к небу, он поклялся вечно живущим. По истечении времени одного срока, двух и половины срока, и когда никто уже более не будет сокрушать силу народа святыни, все это завершится». Срок, что это год? Тысячелетие? Да, если год, то это давно прошло. Это история тех самых войн, есть тысячелетие. Один срок, два и половина. Ага, еще три с половиной тысячи лет. Ну, из них две с половиной прошли, еще поживем. А кто его знает? Нет, вот некоторые сроки, которые мы плохо себе можем представлять. Мы не знаем, относится ли это... Точнее сказать, мы знаем, что в некотором смысле это легко истолковать как пророчество о маковейских войнах, а в некотором смысле это пророчество о конце всей земной истории. И вот для Даниила это все как-то соединено. Потом также будет, скажем, 13-й главе от Марка, где будет говориться о разрушении Иерусалима. Оно произошло в 70-м году нашей эры и о конце мира, который до сих пор еще не произошел. В 2018-м я это записываю. Вот оно по смыслу вместе, хотя, может быть, по хронологии очень сильно разнесено. Я слышал это, но не понял, и потому спросил господин мой, что будет после всего этого. Ступай, Даниила, сказала мне, ибо это сокрыто и запечатано до срока, до времени конца. Многие будут очищены от сквер, наомыты и пройдут испытания. Нечестивы же так и останутся в своем грехе. Не смогут они понять происходящее, а мудрые уразумеют. Не волнуйся, все будет хорошо, но ты не знаешь как. С тех пор, как остановлено было ежедневное священодействие, вместо него вдворила на мерзость, строго говоря, это оскорение храма при Селевкидах, времен Маковейских войн. Вместо него выдворена мерзость, приводящая к запустению, пройдет 1290 дней. Вот тут уже более конкретно, сколько времени храм будет запустивнее. Блажен, кто ожидает и доживет до времени, когда закончатся 1335 дней. То есть еще пройдет дней сто, когда совсем все станет хорошо. А ты до конца иди своим путем, ты успокоишься и восстанешь в конце дней мира, чтобы принять свое дело. Но это временно. Речь не о том, что будет вот только через год, два, три. И речь о том, что в конце мира ты успокоишься и примешь свое дело. Значит, все эти события – это еще раз, еще раз некоторый временный земной пласт, который, конечно, интересен и важен, но не он важен в первую очередь. На самом деле есть гораздо более важные вещи, которые касаются конца мира. Еврейская часть книги на этом завершена, дальше будет греческая, но ее тоже прочитаем уже по синодальному переводу. Продолжение следует...